Примерно последние две недели Вся страна с замиранием сердца ищет министра обороны Шойгу и начальника генерального штаба Герасимова Ищет их и не может найти, а Шойгу в Уфе Но, по крайней мере, похожая как две капли воды на именитого папашу, дочь генерала Шойгу Ксения Прибыла в Уфу с инспекцией Причем девушка настроена была очень решительно проверить, как идет строительство парка Патриот Не все знают, что Ксения Шойгу является президентом, но пока еще только федерации, триатлона Российской Федерации И вот как-то под эгидой этой триатлонной темы почему-то приехала проверять парк Патриот Понятное дело, Радий Фаритович выбежал на передний план Отбил чечетку и сплясал в присядку перед целой дочерью целого министра обороны Мало кому известно, что Хабирова через Воробьева связывает с Шойгу очень тесные взаимоотношения Ну, в общем, уважение надо было оказать Ксения Шойгу была какая-то сердитая, проверяла, инспектировала И, как было сказано в официальном релизе Осмотрела строящийся парк Дала ряд советов и сделала ряд замечаний по строительству Ну, судя по всему, строительство у семейства Шойгу в крови Потому что папенька, как известно, до того, как стал министром обороны, был чуть раньше МЧС А потом до МЧС вообще-то был директором строительного треста Так что по строительству у них там семья разбирается Ксения Шойгу, очевидным образом, осталась недовольна ходом строительства триатлонной трассы в парке Патриот И пригрозила приехать летом И уже летом принудить Хабирова пробежать триатлонную трассу вместе с ней После таких угроз, конечно, я вздрогнул Потому что мне было трудно вообразить Радзи Фаритовича Который последовательно и без перерыва плывет полтора километра Далее 40 километров едет на велосипеде И 10 километров бежит бегом В 58 лет это, конечно, не так-то просто сделать Лучше, пожалуй, что парк достроить Не так давно премьер-министр правительства Российской Федерации Михаил Мишустин Провел очень важное совещание по строительной отрасли Будучи обеспокоенным ситуацией, которая складывается в стране В результате действий Владимира Путина на Украине Михаил Мишустин распорядился губернатором Чтобы они самым строжайшим образом следили за ситуацией на стройке И не допустили остановки ни одного значимого объекта строительства, естественно Ну, естественно, ответственными за этот вопрос были назначены губернаторы на местах На это указание вышестоящего начальства ради Хабиров откликнулся мгновенно 19 марта прошло точно такое же совещание, но уже на уровне Белого дома Башкирии Хабиров собрал всех строителей, крупных застройщиков и вообще причастных к этому делу И строго-настрого наказал им следить за тем, чтобы не появилось ни одного нового долгостроя И не прибавилось численности обманутых дольщиков Напомню, что ранее Хабиров обещал Путину к 1923 году решить проблему обманутых дольщиков в Башкирии А она стоит очень остро, Башкирия занимала на тот момент второе место по Российской Федерации По численности обманутых дольщиков после Подмосковья В общем, обещания даны, их все помнят, о них все знают И тем более тут у нас вот такая вот история стряслась в экономике Однако дела на самом деле идут вовсе не так бравурно и мажорно Как хотелось бы Хабирову и Мишустину, и тут есть о чем волноваться На прошедшей неделе практически официально было заявлено со стороны компании «Садовое кольцо» Об остановке строительства трех крупных объектов Из числа тех, которые эта компания достраивала за злосчастной компанией «Госстрой» Кирилла Бадикова Речь идет о ЖК «Белая река», ЖК «Дом на Ленина» и жилищном комплексе «Эрмитаж» секция 4.5 В компании это заявление объясняют тем, что они утратили техническую способность Вести дальше строительство ввиду того, что господин Бадиков в конце 21 года Вошел обратно в структуру управления этим процессом Возложил на себя обязанности гендиректора компании генподрядчика И заблокировал фактически работу «Садового кольца» Тем самым он прекратил, не дал возможности им рассчитываться с субподрядчиками Речь идет о том, что господин Бадиков узурпировал право подписи Конечных документов приемки работы, тех самых КС-1, КС-2 И не имея этих документов на руках По законодательству компания «Садовое кольцо» не может оплачивать Услуги работы своим субподрядчикам Очень важно понимать то, почему Бадиков до сих пор остался В структуре управления всей этой конструкции И почему, когда дела госстроя передали «Садовому кольцу» Почему его вообще не исключили? Во-первых, структуры компании Кирилла Владимировича Были настолько глубоко завязаны во все эти процессы И уже столько много на них висело всевозможных дел Что «Садовое кольцо» резонно опасалось Забирать себе эти предприятия Чтобы потом не отвечать за все подвиги господина Бадикова Ну, а во-вторых, это было неким условием самого Бадикова В самом начале, когда он передавал за 1 рубль Все вот эти недостроенные активы «Садовому кольцу» Он почему-то поставил такое условие Судя по всему, это была некая страховка По крайней мере, в его представлении От дальнейшего преследования Но, как мы видим, эта страховка не сработала Еще ранее звучало, что «Садовое кольцо» вложило около 500 миллионов В достройку домов Бадикова С тех пор сумма эта только увеличилась И вот сейчас, на данный момент, по моим сведениям Неподписанных и неоплаченных, соответственно, документов Между «Садовым кольцом» и субподрядчиком Накопилось еще примерно на 100 миллионов рублей В итоге вот этой странной ситуации Все встало на трех объектах Строители покидают площадку Появился реальный риск того, что 803 дольщика Пополнят ряды обманутых дольщиков Республики Башкортостан 803 — это много Даже на фоне наших рекордных цифр На российском уровне 803 дополнительных обманутых дольщика Для Хабирова Это, конечно, катастрофа На прошедшей неделе я общался со всеми сторонами Этого конфликта Ну, по крайней мере, настолько, насколько мне это удалось сделать Пообщался из компании «Садовое кольцо» Где мне заявили, что На самом деле абсурдность ситуации заключена в том Что они хотят и могут Достроить эти дома У них есть для этого все средства Все договора И все технические возможности Но у них есть одна только проблема Это невозможность рассчитываться С субподрядчиками Ввиду того, что господин Бадиков Не подписывает документы С этим они реально поделать ничего не могут Они обратились в правоохранительные органы В мэрию В Белый дом То есть везде-везде-везде Дали эту информацию Объяснили ситуацию Но пока на момент моего разговора Там ничего не двигалось Вот в этой части Я хотел было связаться и с Кириллом Владимировичем Чтобы получить от него комментарий И объяснение этой ситуации Потому что должна же быть какая-то логика В его действиях Ну, по крайней мере, я предполагаю, что она должна быть Но меня опередил Следственный комитет И в том смысле, что Следственный комитет Заинтересовался Кириллом Владимировичем Чуть раньше, чем я И, соответственно, вот в четверг Мы узнали о том, что господина Бадикова Вызвали сначала на допрос А потом задержали и арестовали Аж на два месяца Арест на него наложен до 22 мая Вменяется ему статья 159 Мошенничество в особо крупном размере На какую сумму намошенничал Бадиков В представлении Следственного комитета Пока не уточняется Но речь идет о примерно 2,5 миллиардах рублей Которые были собраны на долевое строительство С населения Сколько уж там предполагается Что Бадиков украл, умокнул Или смошенничал, я пока не знаю Будем ждать какого-то развития событий Со стороны следствия Хотя оно обычно у нас молчаливое Ну, возможно, адвокаты будут давать Какой-то комментарий Ну, что теперь делать Вот в сложившейся ситуации Что поменялось там Это победа, это успех Что это вообще На самом деле это ничто На данный момент Не поменялось абсолютно ничего Я имею в виду в судьбе дольщиков И в судьбе самой стройки Бадиков де Юра в своем праве Он просто переместился из дома В следственный изолятор Технически он не лишен возможности Сейчас подписывать документы Но на месте Хабирова Я бы, конечно, руки в ноги С пачкой документов Ехал прямо туда к нему В следственный изолятор Подписывать эти документы И каким-то образом его К этому принуждать Потому что, ну Иначе ничего не изменится До тех пор, пока Бадикова Там не признают мошенником Причем это должен сделать суд И на это понадобится Там год-полтора-два Мы помним, как это было с Комлевым До этих пор Там юридически Ничего не изменится В этой конструкции Вообще, я полагаю Что это действительно проблема Которую должен решать У нас здесь административный аппарат В том смысле Что либо они должны Изыскать возможность И предоставить эту возможность Садовому кольцу Подписывать эти документы И, ну, по крайней мере Верифицировать эти документы Без участия Бадикова Либо еще как-то это делать Иначе ситуация не сдвинется С мертвой точки Ну, а что дольщики Я почитал внимательно Переписку чат Дольщиков Которые Теперь уже стали дольщиками Садового кольца Там, конечно, все бурлит И взрывается Много всяких Завиральных и бредовых идей Но есть и идеи, в общем-то, реальные Я считаю, что правильно Они думают И предполагают И планируют Найти себе какого-то юриста И либо Человека, который разбирается И начать обращаться Во всевозможные органы власти И правоохранительные органы Чтобы им разъяснили Позицию и ситуацию Ну, главное, чтобы, конечно Этими юристами Не стали какие-нибудь Гайсины и Рахматулины Но я надеюсь, что Дольщики садового кольца Они уже, ну, отслеживали Судьбу своих предшественников И понимают, что с этими людьми Связываться нельзя Ну, и, собственно Я даже поговорил С одним из дольщиков Который мне прокомментировал Ситуацию С его точки зрения Но разговор этот был Буквально за несколько часов До известия Об аресте Бадикова Так что там Как бы что-то могло, конечно И поменяться В общем Дольщик Белой реки Виктор Который купил Аж в 2014 году Вот следующим образом Прокомментировал ситуацию Прокомментируйте, пожалуйста Сейчас ситуацию Вокруг Жилого комплекса Белая река И вообще Вот вокруг этих Трех объектов Бывшего госстроя И Что Дольщики планируют Дальше делать В сложившейся ситуации Здравствуйте Я вот Дольщик ЖК Белая река И как бы Ну, наблюдая за другими Тоже Вот Комплексами Везде как бы Происходит Замораживание Ну, убирается На территории Вывозит Технику И Садовое кольцо Нам сообщило Что Кирилл Владимирович Директор госстроя Расторгнул С ними В одностороннем Порядке Договора Технические Заказы И Садовое кольцо Не может Находиться Там На площадке Ну, является Незаконным Ихнии действия На стройплощадке Вы какой выход Из этой ситуации Видите? Мы настроены Решительно Объединяемся С другими Вот дольщиками С других Домов И Будем требовать Исполнения Соглашения О достройке Наших Жилых Комплексов Будем писать Заявление В прокуратуру Следственный комитет Главе Республики На Бадик Кирилл Владимирович Это соглашение Было заключено Ну, с участием Естественно Республиканских Властей Это не говорит о том Что они Недостаточным образом Контролируют Вот эту ситуацию Да Да Говорит Что это Недостаточный контроль Как вы видите Ситуацию Кто в конечном итоге По вашему Вероятнее всего Все-таки Достроит Эти комплексы И на кого Можно рассчитывать А на кого Нельзя рассчитывать Я думаю На главу Республики Мы будем Садовое кольцо Ну, надежда Что достроят Садовое кольцо Все-таки Не Не кинет Нас как ЖК Московский Потому что Бадиков-то Он банкрот Как он будет строить Сел и улетел В Израиль Вы каким-то образом Контактируете С Бадиковым Либо с его Представителями Получаете ли Какую-то информацию О том Как это дальше будет Потому что Ну, выглядит это так Что он По сути Обратно вернул Себе инициативу И вот как бы Должен достраивать Но у вас есть Контакт И информация От этих людей Нет Никаких контактов Никакой информации Нет Мы как бы Не видим Не слышим Этого человека Уже давно А вот дольщики Менделеевского Треугольника Самого Длительного Долгостроя В Республике Башкортостан А возможно И во всей Российской Федерации Креативят Не по-детски На минувшей неделе Они караулили Руководство Республики Около Уфа-арены Видимо На выходе С матча По хоккею И уже Начали Применять З-символику В своем Протесте На фотографиях Которые мы вам Демонстрируем Мы видим Что Они каким-то образом Вплетают Вот эту З-повестку В свою проблему Не знаю Правильно ли это Неправильно Но по крайней мере Внимание это привлекает Особенно на фоне того Что у них Уже в шестой раз Сменился директор Фирмы-застройщика За последние три года И они не понимают Что происходит Шесть директоров Смелят друг друга И Возг Как говорится И ныне там В общем Менделеевский треугольник Креативит Как может Завтра 27 марта Мы планируем провести Очередной 55 стрим Открытой политики Вопросы к стриму Можно присылать В комментариях Вот к этому нашему Сегодняшнему видео Это будет самый простой путь Доставить их до нас Завтра подключайтесь В 9 вечера Надеюсь Что в этот раз Мы опять Побьем рекорд Присутствия В прошлый раз Мы получили Практически Тысячу человек Единовременно Может быть В этот раз Получим еще и больше Напоминаю о том Что обязательно Нужно ставить лайки Под нашим видео Подписываться Если вы не подписаны И подписывать Своих друзей Мы также Приветствуем Любую форму Помощи А форма помощи Канала у нас Теперь одна Единственная Это прямое Перечисление На тот Расчетный счет Который мы показываем Ну и напоминаю О том Что мы создали Телеграм-канал Называется он Также Открытая политика Ссылку мы даем В описании Обязательно Подпишитесь Там есть не только Все наши выпуски Которые мы делаем По графику Но там сейчас Уже появилась Весьма обширная Переписка Обсуждения Там есть возможность Комментирования И вообще там Очень весело К этому телеграм-каналу Приделана еще И дискуссионная площадка В общем Это получился Такой достаточно Полноценный продукт Теперь он Довольно динамично Развивается Так что Подключайтесь и вы Задержание и арест Застройщика Бадикова Было не единственным Задержанием и арестом На минувшей неделе Вообще Конец Прошедшей недели Был просто Как бы Каким-то Взрывом Активности Наших силовиков Но давайте По порядку В пятницу Стало известно О задержании Депутата Госсобрания От КПРФ Активного участника Левого фронта Дмитрия Чувилина Вместе с ним Параллельно И по тому же Самому вопросу Были задержаны Чуть ли не 12 Активистов Одного из Марксистских кружков Честно говоря Я читая это Подумал что Ну что-то Это вот То ли шутка То ли панорама То ли еще что-то Да Но Значит Арест Активных Подпольщиков Марксистов Это Мне напоминает Какой-нибудь там 1905 год А вовсе Не 2022 Но тем не менее На полном серьезе Причем с очень серьезными Предварительными обвинениями Вот эта компания задержана Чувилину вырвали Дверь В квартире И арестовали его По всем законам Жанра Не буду Живописать деталей Которые Сопутствовали Этому аресту Не до конца Доверяю Информации Которая Была тут Попутно Запущена Но в общем Судя по тому Что скупо нам Сообщает Следственный комитет Вот эти обыски И задержания И аресты Происходят По довольно тяжкому Обвинению В создании Террористического Сообщества В какой-то там Экстремистской Деятельности В общем Я боюсь предположить Но похоже Что эти марксисты Действительно Затевали Захват телеграфа И разведение Бельского моста А вот 22 марта В Москве Был задержан Валерий Мансуров Тоже крупный Застройщик Собственник Су-10 Компания Которая Многие-многие годы Работает В Башкирии Которая построила Конгресс-холл Таратау Которая строит Сейчас Довольно-таки Значимые Крупные Объекты Здравоохранения И вот Валерий Агдамович Был задержан Федеральной службой Безопасности В Москве По версии ФСБ В момент Из-за Передачи Взятки В налоговые Службы С целью Оптимизации Скажем так В кавычках То есть Изменения Налогообложения В адрес Его компании Ну там Там еще Более Мутная История Чем С Чувилином И Бадиковым Честно говоря Зная Лично Валерия Агдамовича Я удивлен Тем Что Ну как Быть Такая Величина И такой Человек С Такими Как Говорится Опытом Капиталами И прочим Вещами Пошел Там Лично Давать Взятку В налоговую Инспекцию Не знаю Ну как Говорит Следствие Покажет Вообще Все Это Вместе Очень Показательная История Всплеск Вот этих Арестов Задержаний Суть По всему Должны Явить Народу И потерпевшим Факт Того Что Власть Не спит Не дремлет А Всячески Значит Карающей Рукой Революции Наказывает Виновников Буржуев Капиталистов И Всякую Всякую Прочую Нечисть Не знаю Получится Ли Это Все Живописать Конечно же Внимательно Наблюдать И за Судьбой Чувилина И за Судьбой Мансурова И Бадикова Думаю Что это Нам В дальнейшем Даст Некую Пищу Для Размышлений Я давно Говорил О том Что Власти Республики Башкортостан По сути Утратили Связь С реальностью Неустанно Проплачивая Всяческие Премии Номинации Рейтинги И Прочие Прочие Приятные Вещи Команда Хабирова Окончательно Перестала Видеть То Что Творится У них Буквально Под ногами То Что Происходит На самом Деле Однако В отличие От них Мы Это Все Видим И Люди На Местах Это Все Видят В Подтверждении Вот Этой Моей Мысли Случилась Такая Трагикомическая На самом деле История На прошедшей Неделе Именно В день Признания Башкортостана Лидером По качеству Школьного Питания А этот Рейтинг Производила Агентство Стратегических Инициатив Именно В этот День Торжественный День Вручения Премий В школе Киргиз Мияках Отравились 62 Школьника То есть Ну Это По-настоящему Массовое Отравление Двое Из Этих Детей До сих Пор Находятся В больницах И Вот В этот Момент Когда Они Отравились Некачественным Питанием Школе Вручается Номинация Башкортостану Лидеру По качеству Детского Питания Ну В общем Тут Наверное Не убавить Не прибавить Одновременно С этим В пабликах Ради Хабирова Случился Шквал Критики Со стороны Родителей В отношении Детского Питания Фотографии Вот этого Волосатого Супа Из стерлетомака Где Детей Кормят Пищей С волосами Видимо Сотрудников Пищеблоков Либо Компании Которые Готовят Еду В общем Вот это Раздвоение Ситуации Она Становится Все более Явным Есть Какие-то Две Реальности В одной Живет Ради Хабиров Которым Вручают Премии Номинации Лидера По школьному Питанию В другой В другой Реальности 62 Школьника Разом Травятся Школьной Едой Двое Из них Находятся До сих пор Больницы А еще Мне кажется Что Изменники Родины Иноагенты Иноцпредатели Как выразился Владимир Владимирович Находятся Вовсе Не на митингах Навального Вовсе Не на Антивоенных Пикетах А вся Эта нечисть Находятся Непосредственно На самом Верху Власти И мысль Моя Это Абсолютно Не беспочвенно Например Вот Один из Таких Примеров Вредительства И внутреннего Значит Внутренней Измены Заключается В том Что например В этом году В Башкортостане Не вводится Ограничение На движение Большегрузного Транспорта В паводковый Период Вы спросите Причем Здесь Это Где шпионы Вредители А где Паводковый Период Вообще Классикой Жанра По Вредительству И диверсиям Является Разрушение Инфраструктуры Противника Так вот На самом деле Отказ От Введения Ограничения Движения Большегрузов По Дорогам В паводковый Период Это в чистом Виде Разрушение Инфраструктуры Республики Башкортостан Сейчас я Объясню Почему Для чего Вообще Каждый год Ограничивают Движение Грузовиков Определенной Грузоподъемности Определенного Веса По дорогам Казалось бы Странно На 2-3 Недели Им запрещают Ездить по дорогам А потом Снова разрешают Дело в том Что в этот период Основание Дорог И дорожное Полотно Перенасыщаются Влагой От Таяния Снега И от Паводков И дороги Под воздействием Особенно тяжелого Транспорта Начинают Разрушаться Так делалось Много Десятилетий Это вовсе Не бином Ньютон Это знают Все дорожники И чтобы Избежать Излишнего Разрушения И ускоренного Разрушения Так поступали В этот раз В этом году Штаб Хабирова Отменяет Эти ограничения Мотивируя Тем что Дескать Нужно Поставлять Продовольствие В города И села Но Минуточку Каждый раз Когда вводилось Это ограничение Исключение Делалось Именно для Продуктовых Автомобилей Делалась Система Пропусков И все Спокойно Нормально Снабжали Магазины Населенные Пункты Продуктами Питания Никакого Голода В этот Период Не возникало Что мешало Штабу Хабирова Сделать Так же Не знаю Вот тут У меня появляется Логики Так как Никакой Нет У меня Появляется Предположение О том Что парочка Диверсантов И украинских Шпионов Все-таки Забрались В штаб Хабирову И оттуда Как говорится Гадят Недели Недели Две Три Назад В самом Начале Украинской Авантюры Перевозчики Уфы Обратились В Минтранс С просьбой Разрешить им Увеличить Стоимость Проезда В городском Транспорте До 37 Рублей Ну Понятно Что они Это объясняли Тем Что Начинается В стране Кризис Или он Уже Начался Что резко Подорожали Запчасти И прочее Прочее Значит Ну Надо Поднимать Цену В тот Момент Власти Среагировали Достаточно Истерично На это Все Крупных Перевозчиков Вызвали На ковер В Минтранс Отчитали Про песочили И категорически Запретили Им повышать Цену И вот По прошествии Этих Двух Трех Недель Крупнейший Перевозчик Альянс СКД Без Объявления Войны Не спрашивая Минстроя Повышает Проезд На своих Маршрутах А маршрутов Этих У этого Перевозчика Довольно Много Повышает Стоимость Проезда До 35 Рублей Это маршруты В Деву Новоалександровку В Сепаилово В Чешмы В Миловку И на все Автовокзалы Уфы Было 30 Стало 35 Хабиров Даже не спросили В Минтранс Даже не сходили В общем Я так понимаю Что люди Берут инициативу В свои руки И начинают формировать Цену Так как считают Нужным Кроме всего Прочего Уже вчера Стало известно Что с апреля Госком Тариф Республики Башкортостан Утвердит Документы И разрешит Поднять Цены на проезд Аж до 40 Рублей В общем Мы ждем Галлопирующего Роста Стоимости Проезда В пассажирском Транспорте Уфы И Башкирии Техас Хабирова Так называемый Техас Хабирова Я имею ввиду Систему Пассажирских Перевозок В республике Работает На полную Катушку Транспортная Реформа Не дала нам Ничего Кроме Сумбура Споров И повышения Цены Ну вот Будем наблюдать Когда же Стоимость Проезда В Уфимской Маршрутке Доберется До уровня 100 рублей Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин